я всем привет даниил медведев у меня было ощущение что играли свинья настоящий ну тут за первое место дает два раза больше денег чем на любом большом шлеме поэтому я думаю все кто приехал будут играть по-настоящему я на самом деле в принципе наверно в каком-то смысле подготовился лучше остальных то что я здесь первый приехал и в принципе чувствовал себя хорошо вчера сказывался мы играли с хорошо играл и и ну это мое ощущение она иногда может быть неправильным она может быть субъективным но я не помню чтобы против меня кто-то когда-либо так играл и я ничего не могу сделать скорости были сумасшедшие как ты думаешь это тоже связано с тем что тут не выстричь на пути а большой хош ну во-первых здесь немножко высота как я слышал мячи сильно летят что в принципе мне подходит и так же играли с кайлсом мы сыграли на тайбрейке закончили нет даже не на тайбрейке но почти в общем образом я без брейка было то есть подачу принимать тяжело подача летит я не принимал почти все мои подачи если это был не есть и как бы ну я серьезная то есть первый сайда даже первый второй второй сет все геймы я что что выиграл были брейк-поинты у него и один было 15-30 я с руки понял а в общем было тяжело и что делать я не понял старался как мог ничего не получилось знаешь твой матч комментировала настя мескина на после первого сета написал наш общий чатик что очень обидно потому что все равно кеймы были вот эти ровно меньше больше и так далее вы были как бы шансы на баги мы видим а 06 что на тебя в голове мало что было бы бороться надо было и в принципе второй сет не так плохо начался то есть вот это вот когда ты а то что то есть скажем так теннис очень много матчей в году и на все матчи ты не можешь выходить одинаково иногда ты чувствуешь себя хуже иногда ты чувствуешь себя лучше сегодня чувствовал себя хорошо поэтому скажем так был огонь в глазах физически чувствовал что могу бегать быстро то есть все что нужно было и когда ты проигрываешь 60 когда ты чувствуешь себя хорошо это тяжело потому что ты такой окей лучше себя и чувствовать не могу Окей, надо стараться делать что-то лучше. И по факту во втором сете, да, я играл чуть лучше. Но все равно было тяжело. И на данный момент сегодня я не знал, что мне делать, чтобы выиграть. Пытался немножко себя завести, да? Насколько я понимаю, вот эти истории с такеткой, это больше не раздражение, а просто поискового? Нет, это было тотальное раздражение тем, что, опять же, как я говорю, то есть я не помню, чтобы я когда-либо, ну, может, бывали такие матчи, но чтобы я чувствовал, скажем так, себя хорошо, и, в принципе, удары я свои чувствовал хорошо. И при этом настолько, ну, сильнее был у меня соперник, то есть там проиграл я, не помню, Новуку в Австралии, в принципе, в трех сетах, но все равно там 7-5 что-то было, что-то я там брейканул в начале второго сета, потом проиграл, окей, как-то, ну, вот даже вышло тогда ощущение, что мог что-то сделать лучше, потом там, я не знаю, с Карлосом, вот иногда у меня тоже обыграл, там, в Умблдон в этом году, то есть в итоге ты выходишь, ты чувствуешь, что, как бы, ну, играет он круто, но это тоже не было 6-0, 6-3, там, 6-3, а тут играл неплохо, чувствовался отлично, а проиграл легко, и это раздражает. Таня, а что дальше? И, во-первых, как плечо твое, как у тебя чувствуют? И что, как будешь дальше действовать, играть? Потому что я давно давно не жду, во-первых, во-вторых, наверное, совсем не знаю, и в-третьих, очень сложно сезон, и нужно, наверное, как-то, да, ущадить себя. Да, сезон-то сложный, но если ты хочешь играть мастерсы, даже вот я только говорю про мастерсы, большие шлемы Турин, Олимпиада, естественно, была, то все равно это получается как бы все подряд. А если ты еще добавляешь какие-то там 250-500, то это вообще просто нон-стопом. Поэтому я заявлен в Вену, но я сначала поеду домой, посмотрю, как я себя чувствую, потому что плечо, ну, в итоге там все нормально, то есть на следующий день после матча с Яником в Шанхае я, естественно, сделал все там, наверное, тесты, МРТ и так далее. И там, ну, ничего, в принципе, там ничего нету, просто оно устало. Бывает такое, не страшно. На самом деле было обидно, потому что, зная я это перед матчем с Яником, я бы в Шанхае играл во всю силу. То есть ты играешь через боль, и если... Мы все умеем играть через боль, если мы знаем, что от этого не будет хуже. То есть, соответственно, здесь, ну, мне оно вообще не мешало, я подавал со всей силой, я не знаю, здесь есть радар или нет, сильнее подавать я не могу, поэтому с плечом все нормально, и оно пройдет. Но, опять же, оно устало, то есть посмотрим, что я буду делать с Веной, а Париж-Берси и Турин в любом случае надо играть, поэтому, даже если ты не играешь в Вену, это и пять дома, и на следующий турнир. Да, и спасибо, Цель Пускай, друзья, дай мне здесь.